Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. На майских праздниках становится доступен для приобретения линкор «Ленин», который давно уже выведен из продажи. Этот корабль я знаю давно и очень хорошо, а также много читал о нем отзывов, как положительных, так и не очень. «Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди!» Поэтому сейчас объективно и беспристрастно разберемся, стоит ли стараться и тратиться ради получения этого корабля, кому он точно понравится, а кому нет. Сайтами со статистикой в мире кораблей – последнее время сложности. Поэтому начнем с цифр эффективности «Ленина» в соседней вселенной World of Warships, в которой он точно такой же. Это данные за все время, в том числе за то, когда игры были едиными. И мы видим, что сверху по Венрейту с большим отрывом идут особые Алабамы, но в них очень высокое содержание мастерства, так как эти корабли, как правило, у тех, кто уже хорошо умеет играть. Контрибьюторы и супертестеры-ветераны. А далее на следующие ощутимо более нижние ступеньки, примерно на одном уровне эффективности, идут два Массачусетса, черный и обычный, Атлантика, Ленин и Бородино. И совсем рядом с ними уже Один, Фландрия, Владивосток и так далее. Один процент туда-сюда особой роли не играет. А вот сортировка по урону. Ленин на седьмом месте. А совсем немногим ниже, с весьма несущественным отрывом, идет целый ряд других линкоров. Так что из этих цифр очевидно, что если вы ждете, что купите Ленина, и он будет прям жестко гнуть по сравнению с другими линкорами восьмого уровня, то это не так. По статистике отлично видно, что какого-то решающего превосходства, так чтобы на голову выше других линкоров, у Ленина нет. По эффективности он лишь один из лучших, но не более того. Хотя быть одним из лучших, это уже само по себе немало. Но судя по отзывам за все эти годы, Ленин нравится не всем игрокам. То есть как бы большинство признают, что линкор неплохой, но не всем он нравится настолько, чтобы прям бежать его покупать, даже тогда, когда он еще продавался свободно. Все дело в том, что у Ленина нет какой-то яркой фишки, как у некоторых. Так, точность хорошая, но не лучшая. Шампань и Бородино заметно точнее. Калибр неплохой, но для восьмого уровня уже обычный, 406 мм. Орудий 9 штук, а перезарядка для такого количества долгая, 33 секунды. Баллистика тоже вполне себе средняя. Дальность стрельбы ниже среднего, 18,4. Бронирование хорошее, но опять же не самое лучшее. Количество боеспособности среднее. ПВО и ПТЗ слабенькие. Расходники обычные. Стандартная хилка, советская ремка с ограниченным количеством зарядов и истребитель. Маскировка средняя, 13,1. Скорость ниже среднего, 28,5. То есть никаких тебе интересных расходников, ни торпед, ни скорости или особой точности. Все просто неплохое. Ну и еще все орудия расположены на носу так, что полный залп можно делать лишь с небольшим доворотом корпуса. Поэтому тем, кому хочется линкор с какой-нибудь особой интересной, яркой фишкой, Ленин вполне может показаться скучным и не сильно-то отличающимся от бесплатного Владивостока. Главное достоинство Ленина заключается в совокупности его вроде бы стандартных линкорных качеств. То есть у него и довольно неплохие, и довольно точные орудия, и при этом же довольно хорошее бронирование. Другие линкоры обычно, если имеют особо точные орудия, то хлипкую броню или баллистику совсем уж неудобную, и при этом броню такую себе. А у Ленина есть все одновременно. И хорошие орудия, и хорошее бронирование. Этим он напоминает Владивосток, только Ленин более точный на дистанции, и орудия расположены удобнее для наступления, а башни ощутимо быстрее поворачиваются. В итоге на Ленине удобно стрелять, а цитадели он выбивает в среднем чаще большинства линкоров, кроме снайперских. Но в отличие от последних, у него не такая хлипкая броня. На режиме в честь дня космонавтики к высотам мастерства одним из видов соревнований было выбивание цитаделей. Я пробовал разные линкоры, но именно на Ленине цитадели выбивались заметно чаще. И лично я люблю линкоры не за какие-то там финтифлюшки с уникальными фишками, а чтобы после того, как я клацну по клавишам мыши и сделаю залп, я чаще видел цитадели или вменяемый урон, а не какие-то мизерные циферки или промахи. Понятно, что у нас в игре многим правит рандом. Можно взять идеальное упреждение, сделать залп в идеально подходящий момент и не получить нормального урона. Но в среднем на Ленине получается выбивать плюхи с других кораблей чаще, чем на других линкорах. И при этом он еще и неплохо держит удар сам. Поэтому лично мне Ленин нравится. Играю на нем всегда с удовольствием и результаты обычно меня радуют. Но при этом лично для меня он не такой кайфовый, как, например, Массачусетс или Шампань. Это линкоры с яркими, интересными и уникальными фишками. А Ленин – это лишь чуть улучшенный Владивосток, но зато надежный и стабильный. Просто правильный линкор, каким должен быть именно линкор, а не корабль на стыке жанров и фантазий. Надеюсь, теперь вам будет проще принять свое решение насчет того, стоит ли тратиться для получения этого корабля себе в порт. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Торпены по курсу. Торпены по курсу. Торпены по курсу. Торпены по курсу.